Ян, пока мы готовим для вас вторую часть большого выпуска про кибер преступления и будем шарашить вас с кибер оружием целевыми атаками, сегодня мы вас прокачаем по другой теме, а точнее мы расскажем вам то, что вы... Секунду. Никогда не слышали о звуке. О звуке. В этом выпуске вы узнаете, что на самом деле представляется вот... Он по физике недавно проходили звуки. ...скала громкости. Какое событие было самым громким в истории? Как звучат молекулы? И как шум складывается в музыку? И, наконец, почему она нам так нравится? В 2016 году, как многие из вас помнят, я ходил на концерт моей любимой группы Rammstein. Было круто и очень громко. В ушах звенело еще долго даже просу... Очень круто было, когда там повернуло. Огонь! Огонь! А что, если бы я вырос в эпоху самых громких концертов в истории? Лет 40 назад. Официально самым громким концертом было признано выступление за Ху в 1976 году. Он нашел книгу рекордов Гиннесса со 126... Я даже не знаю, кто это. Но, говорят, было кое-что погромче. ACDC во время своего знаменитого черного тура заявляли, что выдали все 130 децибел. А кис на выступление в Атаве выдали самый громкий концерт в Солнечной системе. 136 децибел. Это при том, что болевой порог в 120 децибел. На концерт приехала полиция и попросили сделать чуть-чуть потише. Но я уверен, что полицейские не в курсе, что их сирена идет следующей. В шкале уровня после болевого порога 130 децибел. Охренеть. Дальше только старт космической ракеты. Он видел, как ракет? Улетельный уровень и шумовое оружие. Пожалуй, стоит начать с того, что такое звук. Все говорят, что это не более чем упругие волны, распространяющиеся в пространстве. Если сказать... Вы то, что говорили? Громко... Или вы вообще в душе не ебёте? Это вызовет движение частиц в воздухе. И многие подумают, что звук распространяется вот так, волной. Потому что наверняка видели вот эту гифку. Похоже на движение змеи, да? На самом деле, звук распространяется вот так. Больше похоже на движение червяка. Фу, я же ем! Ааа, картинка! Ё-моё, нет, блядь! Да ты, тварь, воняет! Сука. Ты говнюк, а! На движении змеи, да? На самом деле, звук распространяется вот так. Больше похоже на движение... Смотрите на эту красную точку. Она, как каждая отдельная частица, движется только вперёд и назад. Возвращаясь обратно на своё же место. Её как бы толкают, и она передаёт импульс другим и возвращается обратно. Так звук работает в воздухе, в воде и под землёй. Поэтому землетрясение, по сути, это огромная звуковая волна, проходящая по нашей планете. Звук в земле путешествует с гораздо большей скоростью. В воздухе мы сначала видим... Звук в земле? То есть, если я крикну в землю, будет землетрясение или что? Молния. А потом прилетает к нам звук. Из-за разного расстояния между молекулами в воздухе, воде и твёрдых веществах, типа Сталин, скорость звука будет... Давайте в землю крикну сейчас. Пацаны, трясёт? Пацаны, трясёт? Трясётся? Пацаны, ещё-то не трясётся. Тоже разные. Смотрите, как медленно идёт волна в воздухе и как быстро в воде и Сталин. Если у вас работает два уха, вам повезло. Вы сразу можете определить, с какой стороны вас зовут. Расстояние от источника до каждого уха почти всегда разное. Поэтому звук до одного уха долетает чуть быстрее, чем до другого. И мозг за одну секунду производит вычисление и тут же понимает, откуда идет звук. Это же позволяло вот этим ребятам понимать, откуда летит самолет. За счет большого расстояния от рупоров они очень хорошо пилинговали любой вражеский самолет. А вот человек глухой на одно ухо не сможет понять, где находится источник. Удивительно, да? Это логично. Но вернемся к войне. В это время начали появляться мощные радости. Здорово, Егорка, от души. Спасибо, брат. Да, и если подойти к нему близко, можно услышать вот такой звук. Так происходит из-за того, что микроволновое излучение нагревает наше внутреннее ухо. Как курочку в микроволновке. В этом не участвует барабанная перепонка. Фактически, звук рождается прямо за ней. Ученые даже пытались передавать таким способом слова. А я думаю, это там что плюются? Спасибо, Ванек, Ванек. Спасибо, Зайка. Я думала, там кто-то поплюнул. Я думаю, ё-моё. Ученые, Найс, Найс, Трай, блядь. Технология называлась «Голос сразу в череп». Известно, что человек воспринимает звук от 16 до 20 тысяч герц. Эти ограничения не дают нам услышать звуки Земли. Хера. Юпитера. Солнца. Он, чё, у него там целый, блядь, не знаю, папка, что ли? С этими звуки планет. И все. Да, какой animal planet. А также не дают услышать жгутики бактерий. Это они реально такие звуки? Движение пыльцы в воде. Это столкновение молекул воды и пыли. Похоже на водопад. Только молекулярный. Мы не называем это звуком. Звуком мы называем только то, что можем услышать сами. Это колебания от 0 децибел до 194 децибел. Хорошо рассказал про децибелы Дима Побединский. Посмотрите его уроник. Там он за... Вот это я понимаю, интеграция. И в 10 раз 0 децибел. 20 децибел мощнее в 100 раз 0 децибел. А звук в 100 децибел в 10 миллиардов раз мощнее звука в 0 децибел. Максимальная громкость на нашей планете это 194 децибел. Но на Земле можно создать события с очень большим количеством энергии. И перейти границы в 194 децибел. Правда, при этом звук в 195 децибел перестанет быть звуком. Он перестанет передвигаться по воздуху. Вместо этого он начнет его толкать. Такое происходит при взрыве. Резкий скачок давления. А за ним долгое, но слабое разряжение. И вот на этом этапе люди это называют ударной волной. Это барьер сверх сжатого газа, который смочит все, что находится на его пути. Это все равно, что столкнуться с горячей кирпичной стеной, которая не только ударит по всем частям вашего тела, но и пройдет сквозь, превращая кости в порошок, а органы в суп. Когда взлетала Сатурн-5, самая большая из созданных ракет, звуковые волны были настолько интенсивными, что они могли зажечь траву на расстоянии в милю. Ракетные пуски создают такой мощный звук, что приходится заполнять пусковую площадку водой, чтобы звук не повредил саму ракету, которая его издает. Дым от ракет при запуске — это и есть пар от воды. Взрыв бомб над Хиросимой и Нагасаки создал ударную волну в 200 децибел, которая пройдет на 11 километров за 30 секунд. Но было кое-что погромче. Самым громким событием в современной истории является извержение вулкана Крокотау в 1883 году. Извержение полностью уничтожило острова и вызвало одно из самых смертоносных и далеко идущих цунами в истории. Ударная волна 4 раза обогнула планету. Звук был настолько сильный, что был слышен в Австралии. О находившемся в 64 километрах матросам разорвало барабанные перепонки. В самом эпицентре было предположительно 310 децибел. Это в миллиарды раз громче бомбы в Хиросиме. Люди сравнивали это с судным днем. Именно красное небо после извержения вулкана Крокотау изображено на картине Мунка Крик. Да, я тоже, как и многие из вас, думал, что вулкан это просто столб дыма, магмы, куча сероводорода, солнечные лучи не проходят на поверхность Земли. И вот такие вот всякие не очень качественные для жизни условия. Но, в первую очередь, это разрушительная сила звука. Смотрите. И вы сами все поймете. Это версия на минималках извержения вулкана Тавур-Вур в 2014 году. Фига. Преодолеть такую мощь, как взрыв вулкана Крокотау, можно. Улетев с Земли в межпланетном пространстве, царит грибовая тишина. Но считать космос немым неправильно. Солнце – это огромная колонка, которая генерирует от 1000 до 10000 ватт звука на квадратный метр. Это в десятки раз более громкий звук, чем концерт Кис в Атаве. Если бы пространство могло передавать звук, то до нас доходила и бы его мизерная часть, которая излучается в нашем направлении. И мы бы слышали вот это. Капец, представляете, так жить вот с этим звуком еще? Только на громкости проезжающего мотоцикла везде, всегда, абсолютно в любой точке Земли. Вряд ли кому-то... Не знаю, мне кажется, что этот шум даже спать бы мешал. Типа, в смысле? Из вас будет приятен даже самым матерым байкерам чистый звук мотоцикла вот на такой громкости постоянный, да? Это прежде всего шум, а не чистый звук. Шум – это хаос. И когда колебания в нем структурируются, то шум становится звуками. А звуки могут стать музыкой. Самые приятные звуки мы называем нотами. Если вы можете отличить звуки разной частоты и увидеть в них ритм, значит, у вас развит музыкальный интеллект. Как IQ или эмоциональный интеллект, только про музыку. Его можно проверить прямо онлайн. Да ты задолбал меня уже! Вы можете проверить, страдаете ли вы о музее. То есть редчайшим расстройством, при котором люди не испытывают кайф от музыки. Проверьте себя. Вдруг вы страдаете о музее по ссылке в описании. Как вы понимаете, я не страдаю о музее. Хотите проверимся? Без роблов. Досмотрим видосы, проверимся. Маска мешает, мешает. Окей, сейчас досмотрим видосы и мы пойдем. Это доказывает мое количество кассет, которых я оставил себе на память с детства. Вообще, у меня очень хороший вкус на самом деле. А вот мой плеер, кассетный. Я купил его, когда мне было 15. Пыльный такой. Он до сих пор работает. У меня даже кассетка старая. Транс 2004. Спустя два года после покупки плеера, я так понял. Старый пройдет же. Заценим. Лягкий парень флекси. Вот такие чудеса мы только что нырнули с вами в машину времени в 2004 год. В детстве разбираться с актуальной музыкой мне было очень просто, потому что и направлений-то было там 20 от силы. Это вот то, что доходило до Саранска. Продавали поп, рок, транс, бутырку, акулу, рамштайн, продиджи и сборники. Вот из них-то я и узнавал. Кислотный диджей! Эй, кислотный мюзик! Вот так выглядели лицензионные сборники. Эй, кислотный пипл! Эй, давай-давай, веселень! Это что-то типа Best DJ Trans 2004 или там Best Chillout 2004 тоже. Но самые гениальные, они выглядели черно-белые. На принтере печатались просто к песне, назывались как-то типа New Club Music 2001. Это вообще супер самопау, черно-белая картинка с машиной. Сами кассеты они переписывали с настоящих сборников, делали свои сборники, которые хотели. Потом клонировали эти сборники тоже у себя дома. И продавали обычным парням вот на мордовском рынке. Там за 30 рублей можно было... Спасибо, Пем! Спасибо за меня, братик! Зачастую это был даже не тот исполнитель, потому что там все мешалось. DJ Alligator мог быть DJ Terminator. Сейчас времена другие. И сборники, те самые ламповые, превратились в умные плейлисты. И это нужно использовать. Я просто не вижу причин отвергать прогресс. Что делаю я? Я включаю... Ну, там дальше реклама, чуваки. Что, будем проходить тест? Так...